Итак, всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Сенчает Фу, и мы пожаем проходить Допилганга. Также я хотел вам сказать, что мне пришлось перепройти игру, потому что у меня там была бага и вот куда вы меня просили. Также я хотел сказать, я получил этот бар, чтобы попасть, чтобы пройти то задание. Что вам нужно сделать? Для начала вам нужно пойти туда, где та штука стояла, где нас не пускала с помощью там, где должен быть раньше переход, там нас не пускала. Там нужно впрыгнуть в дырочку, которая есть. Просто спрыгнуться и спрыгнуть в дырочку. Там вам по подземелью надо будет пройти и в самом конце, где затопленный тоннель становится в чистом небе, там вот будет лежать в этом как называется, в мешочке КПК. Также, зачем я сюда залез, я не знаю, что-то хотел сделать, но забыл. А, все нормально. Звук хотел проявить. Также там нужно взять КПК-стрелка, то есть нажать на него, и там будет разговор какой-то. Ну, я думаю, вы это видели. В общем, нам нужно идти сюда, чтобы попасть в рыжий лес. Ну, переходим, друзья. Так, мы в рыжий лесу. Сейчас должна бандура упасть. У-у-у. Что-то немножечко темновато, нет? То есть, кстати, я с оружием перехожу, то есть я могу стрелять в этот момент. То есть могу инвентарь открывать. Как вы видите. Это такая бага, то есть сейчас вообще самое проблемное будет. Сейчас вот проблемно будет вылезти отсюда. Особенно ночью, я не знаю, как у нас это будет получаться. Но я буду пытаться, потому что вода здесь смертельна, как ни странно. Ну, по чистому небу, я думаю, все знают, что вода здесь, если вы наступаете вот в воду, она вас убивает. Так же, как я вас спросил, друзья, хотите ли вы прохождение видимо-ка-3? Потому что я вполне могу это сделать. Так, давайте тут сохранимся, включим фонарик. Вот лодка. Нам нужно ее вытолкать немножко. И на нее запрыгнуть. Именно на нее нам нужно запрыгнуть как-то, я не знаю. Это, конечно, бред еще тот. Но нам нужно это же делать. Ну, лезь же. Просто если мы наступим вот там вот в воду, то все. О, запрыгнули на лодочку. Теперь сюда правильно. Теперь мы, наконец, на этой стороне. Вот тут у нас крыски бегают. В Лиманск мы, наверное, просто так не войдем. Ну, попробуем давайте. Почему бы и нет? Автосканер-переход еще не остыл. Я рад за него. В смысле? Куда же мы попадаем-то? Что за место такое? Интересно. Тут я даже никогда в жизни сам не был. Это что такое? Пока еще мост не опущен. Ну, я за вас рад, раз мост не опущен. Но куда мне дальше идти? Понятия не имею пока. Но, может, тут все не так плохо? И куда же я портнулся? Давайте сохраним все новые сохранения. Теперь нужно как-то следить с сохранениями, а то, бывает, они бьются. Это плохо. У, текстурные дома. Так, как я понимаю, нам нужно попасть на другую сторону моста как-то. Я так понимаю. Потому что, ну, другого объяснения у меня этому нет. Почему то резко цветло, то резко темно? Кстати, мне не выпали эти артефакты, мне пришлось покупать артефакт на... Этот, как его? Вот этот артефакт, где он? Вот этот мне пришлось покупать. Потому что он имбартефакт. И у торговца его можно купить. Ну, что-то вот с FPS в этой игре. Ну, это трупы, они под землей, да? Я так понимаю. Где-то, да. Где-то под землей трупы находятся. Я думаю, мы прямо в рыжий лес и выйдем, что ли? Да, мы прямо в рыжий лес и выйдем. Но нам так, по идее, не нужно. Только будьте осторожны. Эта локация... Вот что вот этот... Почему здесь постоянно меняется день, ночь, непонятно. Еще я боюсь больше всего, что здесь обитает. Какие мутанты здесь находятся. Мне вот реально интересно. Потому что я не думаю, что здесь все так хорошо. Военный... Какой телепорт? Опять, хер знает, где артефакт находится. Ну, ладно. Давайте попробуем пробраться вот сюда. Тут у нас весь какие-то марки есть. Может, туда нам нужно как-то пробраться все-таки. Вот, вот. То он работает, этот детектор, то он не работает. Хер его знает вообще. Ну, ты ясен, красен, аномалия, да? И тут аномалия, да? Да. Браться вообще кругами обходить. Что это за ад? Что здесь творится вообще? Ну, конечно, туда мы не можем подняться. Это в обычном чистом небе это нельзя было делать. Что за фрезы, я вообще понять не могу. Ее вообще не в ту сторону иду. Красавчик, что. Нам через это все заново проходить. Это не есть хорошо. Оружие я не просто так с собой ношу. Я вам хотел сказать, что если вы хотите продать какое-нибудь оружие, то советую вам идти, знаете, куда? Советую вам идти не в жопу, а, допустим, к торговцам наемников. Там есть артефакт-кантер, он продает обои, покупает абсолютно все и огромные цены за это дает. То есть вы можете продать ему абсолютно любое оружие, абсолютно любом состоянии, и он все у вас это купит, понимаете? Это очень круто. То есть вот так вот. Вот так вот. И как сюда попасть? Перепрыгнуть, что ли? Тут же прыжок больше, чем обычно. Ха-ха. Нормально. Так. Давайте попробуем колеснику тогда пройти. Тут, наверное, телепортер находится только. Хотя можем попробовать поговорить, может, они еще продают, интересно. Или заданники не дают. Я знаю точно то, что на агропроме много... Ой, на каком агропроме? У-у-у. А чуть не это. Чуть коньки не отбросил. Я знаю точно то, что на армейских складах есть задание. И тут вроде тоже какое-то берется задание. Тоже для армейских складов. Друзья, простите, если со звуком что-то не так, потому что я сейчас только, извиняюсь за выражение, ебался с этим модом, что мне уже наскучило. Я уж даже не знаю. Я попытаюсь сегодня записать, сколько смогу, но это, конечно, не есть гуд. Что нам тут делать? Прежде чем палить в этих славных ребят, уяви, вставших под охрану охранника, лучше ли сначала изучить... что-то там изучить нужно. Давайте подождем. На самом деле, я знаю, что нам нужно сделать. Ну, здорово. Как жизнь? Но. Вот. Сменный идет, типа. Тут нужно ждать сменного. Сказывай. Охрененно он ушел. Еще раз ждем сменного тогда. Здорово. Да. Да. Так. Давайте пока поглядим. Барретт, я вам так скажу, я посмотрел в конфигах, у него стоит 32. Вы, ребят, вы представляете, что такое 32? Это 3200. Да, это 3200 урона. Ни у кого здесь столько нет хп. Ни у кого. То есть, он всех будет ваншотить. Время дорого. Рассказывай. Не, мужик, отстань. Ничего я рассказывать тебе не буду. Давай, давай, повернись к своему этому. Нам нужно заскочить, успеть сюда. Ничего тут нету. Опа. Нифига. Офига себе. Подпулеметный и снайперские патроны. Чего? Я такого в жизни не находил. Реально. Это новое что-то. О, прикольно. Я вообще не знал, что такие они открываются. То есть, каким он стреляет? Непонятно. С этим можно походить, раз он такой неплохой. Чего, неплохо. Для начала мы совсем неплохое оружие получили. по ночам сплю, не беспокоит ли снег. Так. Ну ладно, видимо, время придется перематывать. Сейчас перемотаем время. F2. Главное, не переборщить с этим. Options. Ускорить время. Еще ускорить. И кто-то спрашивал посреди части, зачем у меня был включен чит-энжин. Я вам сейчас объясню, друзья. Не для того, чтобы что-то читрить, а для того, чтобы ускорять время или пробегать. Вот вы видели в некоторых частях этого мода, я включал его и пробегал. О, вот. What? What the fuck? Короче, я пробегал просто, допустим, в некоторых моментах я просто пробегал, чтобы не тратить ваше время. Вот для этого он у меня и был включен. Ну что ж, загружаемся. Загрузились. Теперь я понял, от чего мы умерли, скорее всего. Мы умерли вот от того, что мы не покушали. Давайте покушаем и опять ускорим время в три раза. Раз, два, три. Тебе могу попасть сейчас? Да, могу. Не спит, однако. Здорово, деда. Вот я и вернулся. Рад, что ты жив, беспокойная душа. Ежели, конечно, это ты есть. В бороду, в бороду, под драмат, вы поняли. Я, я, кто же еще? Теперь, чья, никому вера нет. То мертвым лежит, а то, как заявится, живее всех живых. Просто страсть, как бы намекнул лесник. Деда, не поверишь, я как раз сейчас этим в зоне и занимаюсь. Уясняю, что должен быть мертвяком, а кто должен быть мертвяком, а кто нет. Так что, меня можешь не подозревать. Скажи лучше, что теперь с переходами выражу лесу. Да, ну да ладно. Ладно, ладно, не обижайся. С переходами, как с хороводами. То их нет, то бац, тут, то бац и свадьба. В смысле выброс. Как поперло. Как поперло, как поперло, никакому спасу нет. Одни переходы, куда не плюнь. Вот, например, не плюнь рядом за стену слева от меня, а уж совсем не плюнь в шахте подо мной. Усекаешь, мелок, не плюнь рядом за стену слева от меня. Это как раз намек на тот телепорт. И не плюнь в шахте подо мной. Усекаешь, мелок, деда, ты бы сказочник записался в какую-нибудь передачу, например, спокойной ночи упыри, уж больно красиво излагаешь. Ладушки, так и сделаю. Как только минутка свободная найдется. Дорогая моему сердце Катерина, или как ее там, тфук, кстати, про тфу. Иди, папулю, и как старшие советуют. Ничего тут освечивать, почем зря. Исчезаю, старче. И все-таки, пока я тут в лесу, можешь доброе дело сделать какое, как в фильме Морозко говорят, одет. О, милок, неспокойно это нынче стало в моем лесу. После того, как тут недавно все взбалмутил, зомбированные сталкеры бредут и бредутся янтаря, спасу от них нет. Будь добр, сходи к ближайшему янтарю, воротам Лиманского заповедника. Да запри их хорошенько, сталкеры тебе благодарны будут. Без проблем вообще. Не забывай, старик. Вот, экзоскелет улучшаешь. Ну, все с тобой ясно. А этот улучшается, он и так улучшен. Вот этот костюм, он лучше по характери... Ну, не лучше, он будет наравне, но в нем бегать можно. То есть, давайте начнем. Это, конечно, огромных денег стоит, но для чего нам нужно... Для чего нам деньги... Фу, блин. Короче, вы меня поняли, друзья. А я постоянно запинаюсь что-то. На вес нужно сделать. Это на легкий как раз нужно. Но улучшение очень дорого стоит. Вот что я могу вам сказать. Хотите сказать, экзоскелет весь улучшается, что ли, теперь? Раньше такого не было. Я помню, раньше я улучшал, или было, или просто я не помню этого. А что еще не улучшил? Вроде все это улучшил, почему я не могу это улучшить? А, тут надо именно для этого... Вот это нужно, да. Сейчас все мои деньги и кондыбнуться, на самом деле. Тут, короче, все на всем завязано. Ну и все, по идее. ПНВ. Все. Все наши денежки ушли, как будто их совсем и не было даже. Допустим. Нам сходить нужно дверь закрыть. Ну, то есть, проблем мы это сделаем, я думаю. Что там такое дверь закрыть, друзья? Это же... Давайте попробуем, что вот это все-таки такое. Давайте сохранимся. сохранение до 5. И вот что это такое? А, я от кровотека тогда умер. Нас спасет этот артефакт. Плюс это. Теперь его нужно снимать, то, что он радиоактивен. И что у нас тут, интересно? Пауки, да ну их нахер. А, у нас же есть бандура, которая пауков ваншотит. Ну не ваншотит, глухвыстрый успевает. Ну, блин, неплохо. Так, давайте сохранимся здесь. Или зря я, наверное, это сделал, неизвестно. Вообще, лучше кнопочку держать, я думаю. Вдруг, что интересное мы надыбаем? Подождите-ка. Сюда точно войти нельзя, друзья? Просто мне интересно, что там-то. Может, тут что интересное? А нет, это мы вообще за краем находимся. Нормально. Вот, не врал дед все-таки про телепорты. Вот тут телепорты какие-то бешеные, там. Давайте поглядим, куда нас это приведет. не, мод этим интересен, то, что тут огромное количество это привело нас на янтарь, друзья, загружаемся. Потому что, ну, не делай это. Или вот это куда телепор, давайте посмотрим. чё си, это мы... Да что ж такое-то? Обратно заходим. Я просто тогда в дверь вышел, не в ту. Да ты пушкой-то не можешь, всех всадницы. Что ж вы меня переталкиваете обратно ещё раз. Такая-то бесконечность, друзья. Надеюсь, он меня не перетолкнёт ещё раз. Так, не смог он меня перетолкнуть. Хм. Мы попали в билдовский медприбор с этого. Нормально. Давайте поглядим, что у нас тут имеется. Надо на новое сохраняться, потому что я не знаю, как отсюда выбраться и куда тут идти. Кто вы вообще такие? Вообще, опять не туда полез. Мне вот говорят, что тут локации половины заселено, ну, чтобы я просто не лез туда, а я просто по рандому туда попадаю. То есть, не от того, что я хочу попадаю, я аж по рандому, друзья, попадаю, так что не надо меня в этом пинать. Я сам не знаю, что этот мод из себя представляет нет. Вы должны это понимать. То есть, а так это довольно-таки интересно, понимаете? То есть, вообще, ну, неочевидные вещи, совсем неочевидные. То есть, какие-то телепорты около бочки, откуда, почему и что он там делает. Вообще, очень интересно все это. Жалко, что двери эти не открываются. Нам, наверное, наверх. Но это, я помню, локация у нас... Какая же это у нас локация? Да, это локация у нас билдовский... Билдовский не агропром, что ли? Или... Ну, какой-то билдовский, что-то билдовское. Я даже помню, что тут на этой локации вроде... Может, что-то интересное мы найдем? Я хотел сказать, помню, что на этой локации Волэр есть. И вообще, кстати, про Волэр, друзья. Я его допройду обязательно, я вам точно говорю. Но... Вы знаете, что... Вы знаете, что... Сейчас просто у меня появилось желание... Да-да, у меня появилось желание пройти... Да пройти... Ну, не допройти, я допройти, я не допройду солянку. Просто поиграть в солянку. А это уже что-то да и есть, понимаете? То есть, это уже что-то да... Как-то... Что несу, сам не знаю. Ну, в общем, поиграть в солянку у меня желание появилось. Что-то тут все как-то очень бело все. Может, потому что я радиацией хапнул, дохрена, не? Вообще, не знаю, как звук идет даже. Может, я без звука записываю. Если это так, то... Это очень-очень плохо, если это так. Ну, я не думаю, что это раз мне говорили, значит, лучше все-таки людей послушать. Раз эта локация, скорее всего, просто реально не заселена, то есть, как выбраться из того подвала обратно к леснику? Можно только сейвом, наверное. Ну, по идее, мы тут ничего и не достали хорошего, как я вижу. То есть, мы сейчас пойдем туда, там тоже, небось, будет телепорт. Давайте походим, конечно. Это интересно. То есть, будем знать, где как перехода. То есть, просто для себя, не то, что там для сюжета. И, друзья, вот, если вы нашли ошибку, пишите это на официальный форум. Что да как там, что вы хотите улучшить. Подписывайтесь, пишите на официальный форум, и там, чтобы реально вместе помочь улучшить этот мод. Он на себя хороший представляет. Только вот, много в нем недоработок есть, как по мне. Ну, то есть, непоняток для людей, которые там, ну, не играли в такие моды еще. Я, допустим, не играл. Хотя, может быть, каким-нибудь лютым соляночником это нормально будет. Типа, Кота Бегемота, который там в него тоже играет. Но, не знаю, как мне, но, в общем, ладно. Не будем об этом. Но я сказал вам, главное, если вы нашли какие-нибудь баги, там ошибки и прочее. То есть, что хотите улучшить, пишите на форум. Reborn Stalker.vs или как-то. Ну, Reborn Stalker напишите, и найдете уже сам сайт. Да, 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 тут нечего делать. Давайте загружаемся от лесника, и пойдем дальше уже. Нет, друзья, пойдем дальше мы уже в следующей части. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на колонав. Стоп. Это что такое? Аномальные гравизаряды. Ммм, что это такое? Неизвестно мне. Прикольно. В общем, теперь закачиваем точно. Спасибо всем за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok